и вас категорически приветствую на земле казахстана ну вот и наступил 2022 год с чем я вас и поздравляю хочу пожелать вам новом году всего самого наилучшего успехов во всех начинаниях успехов во всех делах и главное главное здоровье я себя в прошедшем году наверное хорошо вел и поэтому на новый год дед мороз подарил мне подарок ну не совсем дед мороз конечно но тем не менее сейчас покажу чем я обзавелся своем хозяйстве ну и связи с этим на канале у меня появится еще один плейлист плейлист который будет называться токарный станок т.в. 16 ну вот такой вот инструмент появился у меня чему я очень-очень конечно же рад станок т.в. 16 можно сказать в полной комплектации конечно же наперед знал что куплю этот станок станок этот достался мне практически даром и за то время от покупки до вот этого видео что я успел у него приобрести приобрел патрон с китая 100-й частотник частотный преобразователь ну в принципе пока все вот резцы в резцы были со станком уже сверлышки метчики сверлышки метчики это уже вот все мое были только вот резцы с ним еще заказал также вот пока один резец отрезной у меня тоже с китая классная штука но видео как бы по большому счету не об этом да как вы поняли из названия ролика посмотрел я в интернете ну кто какие люди делают прибамбасы примочки вот к станкам к таким и вот сегодня хочу показать как сделать вот сюда вот защиту да конечно же я уже попробовал первую стружку пустить и скажу вам так что 10 очищать и стружки не очень удобно вот есть ролики уже сюда поддончик делается подвижный к суппорту крепится вот сегодня хочу попробовать изготовить такой поддончик ну по крайней мере показать мой вариант ну и поехали после несложных замеров вот такой эскизиками получился я сделаю фотографию раскроя вот этой чтобы сейчас есть маркером не рисовать то есть будет раскрой видео ну чертежик ну и наверное сделаю ссылку по которой можно будет скачать чертежик этот поехали делать буду социнковки толщина 0 55 миллиметров поехали первым делом нам нужно чтобы был хотя бы один прямой угол угол есть согласно эскизу откладываем от края 23 миллиметра так дальше у нас 15 миллиметров дальше размер 120 миллиметров 120 миллиметров это будет ширина поддончика лотка затем опять 15 миллиметров высота высота бортика я бортик сделал так чтобы при максимально разведенных кулачках чтобы кулачки не цеплялись за борт за борт лотка до теперь добавляем 10 миллиметров можно 6 можно 10 я сделаю 10 для формирования бортика безопасности в процессе чтобы уборки процессе работы чтобы об край об острый не обрезаться будет бортик безопасности так теперь там где у нас прямой угол также откладывать 10 миллиметров сначала 10 миллиметров потом от этой линии от 10 миллиметров 15 миллиметров штангелем будет 25 теперь откладываем длину длину я намерил 210 миллиметров и теперь вот с этого края стоячего борта не будет будет вниз загнутый чтобы удобно было сметать там солок или в поддон стружку ну и там там масло и либо будет либо охлаждающая жидкость какая-то будет чтобы она стекала либо в поддон либо в какую-то емкость сделаем бортик миллиметров миллиметров 30 сделаем потом в любое время сможем обрезать его если что вот и все принц весь раскрой вырезаем здесь уточнить вот здесь будут конверты сделано был у меня ролик корыто не проливай к ну там грамотные люди говорят что нельзя так называть надо назвать не протекай к вот но сделаем вот эту часть не протекающий и поэтому здесь завернем конверты и и и и вот такая вот запчасти ли на получилось все теперь гнем буду вот на такой импровизированной оправки кусок рельса здесь прямые углы если нет рельсов принципе можно использовать либо швеллер двутавр уголок все что в хозяйстве есть можно использовать не обязательно рельсу первым делом нужно наметить диагонали нам вот здесь чтобы конверты согнуть красиво чтобы наметить буду использовать вот зубила притупленная потихонечку пробьем диагонали вот так наметили все и теперь складываем конвертики конечно же удобно было бы это все сделать хапами есть такие зрители у меня который не приемлют специальный инструмент поэтому пассатижами будем говорить буду стучать киянкой вообще конечно молотком вот таким лучше но опять же скажут где взять такой молоток кстати как такой молоток сделать своими руками я уже показывал есть роликами на канале будем стучать киянкой деревянной не гнем так направление даем пока по трем сторонам и теперь догибаем потихоньку постепенно наша задача сложить вот эти вот ушки чтобы они сложились это и это и это и и и чем правильным и сложим правильнее ровнее до сложим вот эти конверты тем нас будет красивее ровнее коробочка сама так положили конвертики здесь по углам сильно не забиваем сейчас мы отогнем эту отбортовку безопасности и потом уже окончательно добьем здесь выровняем и теперь вот эти уголочки вытягиваем ровняем вот примерно как то вот так должно получиться теперь гарантированно в эту сторону уже никакая жижа не побежит не охлаждайка там смазывающая охлаждающая жидкость за не масло короче ничего не побежит и теперь здесь тоже мы делали 10 миллиметров тоже отбортовый плена было мне сразу отбортовать вовнутрь ай-яй-яй ну вот так примерно а теперь край безопасный не обрежься здесь тоже угол за чеканенный есть тоже ничего острого нету вот теперь нам остается загнуть вот сюда вот выгнуть другую сторону да это будет планка крепления к суппорту здесь будет два отверстия там у меня на суппорте правильно же называю суппорт наверно да есть уже два отверстия с резьбами они уже были резьбы м6 поэтому сейчас вот этот отгибаю еще сюда вниз примерно вот так вот все вот сюда будет стружка сыпаться всякое разное потом просто взяли либо в либо куда-то смели вот так вот все сейчас размечу отверстие просверлим и дальше покажу что еще буду делать ну вот так вот два отверстия просверлил сюда наклеил такой вот утеплитель правильно не знаю как называется на клеющей основе утеплитель фольгированы толщина 5 миллиметров и так как у нас высота от станины до верха вот это называется продольной подачи до до суппорта 10 миллиметров а мы сделали бортик 15 миллиметров вот таких вот две шайбочки гайки м6 рассверленные вот они толщиной 5 миллиметров то есть чтобы высоту нам выбрать и хорошо затянуть такие вот гаечки подставлю вот так это все получилось корыто не касается станины кулачок на максимальном раскрытие не цепляется это прямой кулачок обратно думаю также будет и так закроем получается что при максимальном вот уже резец касается кулачка здесь у нас вот так вот зазорчик на всякий случай еще пять миллиметров есть ходу вот такое первое улучшение станка теперь штучка будет сюда сыпаться потом сюда в корыто и потом сюда совок подставила либо корыто смахнул стружку потом уже из корыто достаешь ну все как то так кому полезно пожалуйста пользуйтесь не забывайте подписаться на канал еще будет я надеюсь много много полезных роликов все всем пока не забывайте подписаться на канал еще один день и Продолжение следует...